Натолкнулся я недавно на один видеоролик одного блогера, который говорил о истории народов Кавказа. Такая видеолекция о происхождении генетики, в том числе о известных очевидцах, которые побывали тут у нас на Кавказе. То есть, как они называли народы Кавказа. Дело в том, что я заметил, что часто, например, кабардино-балкарцы, их историки говорят, что вот, что многоизвестные очевидцы, которые тут побывали, называют ассами именно балкарцев, карачайцев, а не осетин. Я когда слушаю, они поймут, то ли вы дурака включаете, то ли настолько глупы, что прямо перед носом не замечаете, что, когда вы говорите осетин, то осетин – это и есть асс. Неужели асс или ассайт – это самоназвание Алан? Во-вторых, посмотрите древнюю армянскую карту. Фиксируется племя Астегур, в том числе и астины все, дегурцы, иронцы, кударцы – это родственные арийские племена. Я даже совсем недавно публиковал историка-археолога Назима Геджирати, который все это исследовал. И, как я и говорил, многие не верили, что вообще так таковой большой ран с его религией, он был распространен по всему миру, именно с Северного Кавказа. То, что здесь считают древнейшей культурой, загрузкой, кубанской, нарты там, кубанцы – это иреноязычный индоарий, арийский мир. То есть иронцы, кударцы – это все родственные арийские племена. Самоназвание – астины, то есть асс. Просто ос, допустим, этот грузинского пошло, так и осталось. Например, венгерский асс. Асс – это то, что у вас, вот эта асса, лично мой предок в Дегорское ущелье из Ассии пришел, где сегодня, Карачаево-Балкария, Кабардино-Балкария. Но это имя просто, само название распространилось на все народы Кавказа, и многие были частью этой культуры. Но именно осетины, аланы, то есть мы есть и те самые ассы, аланы. Если вы хотите сказать, что вы тоже осетины, можете сказать, тоже ваше право. Тогда вам надо наш язык, традиции, обычаи, религию. Во-вторых, один очень такой факт, то есть, что само название ассы, вы же говорите, мы ассы, там ассы. Асс – это духовно-религиозное понятие. То есть, а это значит, что вот как есть ислам, мусульмане, мусульманский мир, есть христианский мир, христиане. А осетины – это есть ассы. Асса – это религия, древняя рийская религия, которая была распространена у народов Кавказа, в том числе, то, что мы знаем, культура народов Кавказа, песен, танцы, вот всё это. Но вы же, большинство, кто ислам принял, кто где, смешалось это всё. Но если хотите углубиться в эту религию, например, вам приведу факт, вот у нас на бытовом уровне, в быту всегда говорят, допустим, вот асса – само понятие, вот посмотрите в священной вести, что такое асса. Допустим, в быту часто используемое слово «фарм», «фарм» также из священной вести, иранской мифологии, то есть зароастризма. Но это не значит, что с Ирана нынешнего к нам это всё пришло зароастризм. Нет, как я сказал, отсюда с Северного Кавказа эта религия распространилась по всему миру. Вот то, что вы сталкиваетесь с солярными символами на древних памятниках на Кавказе, вот разные. Вот как у меня на груди четырёхлучевой солярный символ. Вот у индусов там, в Индии, в буддизме, везде он в быту. То есть это говорит о том, что наша культура распространилась там. Допустим, вы часто говорите, что у вас эрадин, скифы. Это скифы, вот, когда пришли в Индию как завоеватели, они распространили там свою культуру на индийцев. И посмотрите на их кастовую систему и сословия нардских родов. Жрецы, войны, вот, точно так же, как и в Нартиаде, в Нартовском эпосе. Это всё наше наследие. То есть туда наши предки пришли. Просто это не говорит о том, что зарастризм наша религия, аса это зарастризм. Это говорит о том, что там просто то, что у нас было и до зарастризма, пророк Ахурмазда Заратуштра реформировал то, что было и до него. Вот и всё. Но мы, астины, это сохранили. И эти отголоски духовно-религиозные, там, все понятия, вот, в нашем языке мы сохранили, в наших традициях, обычаи. Понимаете, это не просто самоназвание народа, асы. А ещё и, вот, как всё равно, что сказать мусульманин, христианин, а ас это, да. Поэтому вот такие нюансы учитывать надо. Прежде чем так колословно говорить, тем более вот так глупо, не замечая перед носом, что когда вы говорите осетин, это и есть ас. Вон, посмотрите на мою шапку. Аса. Аса. Так что все единомышленники, объединяйтесь.